Всем привет! Вы на канале Крипто Шахта, где мы рассказываем о криптовалюте для взрослых людей. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и обязательно делитесь этим видео с друзьями. В нашем телеграм-канале нам часто поступают вопросы о том, что же значит та или иная кнопка в приложении Royal Q, как запустить или изменить стратегию, как пополнить ресурсы робота на комиссию и еще многих других вопросов. В этом видео я хочу подробно рассказать вам про весь функционал торговой платформы Royal Q. Но сначала расскажу для тех, кто еще не использует этого робота, что это вообще такое. Так что же такое Royal Q? Это мощная торговая платформа, у которой очень широкие возможности настройки торговли. То есть вы можете сами настроить стратегию, если хорошо разбираетесь в трейдинге, а можете использовать уже готовые стратегии, которые разрабатываются профессиональными трейдерами со всего мира. Как работает этот робот и на каких рынках он торгует? Самое важное тут то, что робот не располагает вашими деньгами, он не может их забрать, вывести и так далее. Робот подключается к бирже, в нашем случае к бирже Binance, и торгует на спотовом рынке. Что такое спотовый рынок? Это торговля без плеча. То есть если робот совершает сделку, он физически покупает ту или иную монету, и пока она куплена, вы этой монетой владеете. Спотовый рынок хорош тем, что ваша позиция не может быть ликвидирована биржей, так как по факту вы, а точнее ваш робот, просто купили эту монету. Когда монета вырастает в цене, робот ее продает согласно стратегии. Если монета падает в цене, робот ее докупает по более низкой или более выгодной цене, то есть усредняется также согласно стратегии. Многие новички вообще путают, не понимая, где робот, где биржа, мешают все кучу и спрашивают, как вывести прибыль с робота. Так вот, биржа это грубо ваш кошелек, в котором хранятся все ваши средства. Долларовый запас и вся криптовалюта, купленная для вас руками робота. А робот это трейдер, но только не живой, а электронный, который просто совершает сделки согласно выбранной вами стратегии. У него нет денег, он не копит вашу прибыль, он лишь получает некую зарплату за свою работу, причем авансом. То есть вы ему даете некоторую сумму в долларах в счет будущих прибыли. Из каждой прибыльной сделки он отщипывает себе из аванса, а когда все потратит, попросит у вас снова. Еще немного денег вперед, так как без аванса он отказывается работать. Размер его комиссии 20% от вашей прибыли, плюс 1% от прибыли вы платите создателю стратегии, если пользуетесь чужой стратегией. Эти средства находятся в разделе ресурсы приложения RoyalQ и называются в простонародье топливом робота. Кроме этого, раз в год робот берет 120 долларов, это вы платите ему при активации, это стоимость годовой подписки. Поэтому ваша прибыль не аккумулируется в роботе, а остается на вашем счете биржи, и никуда ничего выводить не нужно, а нужно лишь следить за тем, чтобы у робота всегда были деньги на топлив. Кроме того, что робот приносит нам доход от торговли криптовалютой на бирже, а по нашей статистике и по статистике сообщества, которое разрабатывает стратегии, доходность робота RoyalQ составляет от 10 до 50% в месяц, в зависимости от рынка. Эта платформа продвигается с помощью сетевого маркетинга, то есть вы можете, развив свою структуру, зарабатывать хорошие деньги, привлекая новых участников в свою команду. Мы уже снимали видео про то, как устроен маркетинг этого инструмента, ссылка будет наверху. Но я все же в двух словах расскажу немного о реферальной программе RoyalQ. Во-первых, 30 долларов вы получите, если ваш партнер, то есть человек, зарегистрирующийся по вашей ссылке, купит годовую подписку. И далее платформа будет вам выплачивать 4% от прибыли вашего партнера с каждой прибыльной сделки. То есть, если вы пригласите под себя хотя бы 5 человек с депозитом, приблизительно равным вашему, то вам не нужно будет думать о топливе для вашего робота. Эта награда вам будет вполне хватать для оплаты комиссий, и ваша прибыль увеличится примерно на 20%. А люди, например, создавшие структуру 300 и более человек, зарабатывают до 1000 долларов в день. Согласитесь, это очень хорошие деньги. И поскольку продукт очень стоящий, рекламировать и продвигать его среди своих друзей и родственников не стыдно, а наоборот. Вы поможете людям получать очень приличный пассивный доход, а вам это еще и принесет дополнительные дивиденды. А теперь перейдем в приложение RoyalQ и пройдем по всему интерфейсу. Итак, мы на главной странице торговой платформы RoyalQ. Так, с чего начнем? Ну, давайте пойдем по порядку. IP переплет. Заходим сюда. Здесь представлены три биржи, с которыми работает торговая платформа, и оранжем подсвечена та биржа, с которой у нас есть связка нашего робота. Вот как привязываться к бирже Binance или к любой другой бирже, у нас есть отдельное видео, я об этом сейчас рассказывать не буду. Также у нас есть подробная текстовая инструкция, которая закоплена в нашем телеграм-канале. Можете зайти, подписаться и все почитать. Возвращаемся обратно. Следующее. Детализация дохода. Здесь мы видим всю прибыль, которую заработал наш робот. В правой части экрана накопленная прибыль. Это за всю историю с момента начала работы. Слева за текущие сутки. Сутки заканчиваются в 19 часов по московскому времени. То есть в 19 часов робот зафиксирует прибыль и начнет отсчет новых суток. Вот можно зайти в конкретную дату и посмотреть все сделки, которые робот завершил, совершил на текущий день. Тут указывается, какая биржа, какую монету он купил и сколько долларов он на этой сделке конкретно заработал. Вот видим время сделки, прибыль 8 центов, валютная пара, биржа, бинанс. Следующее. Время сделки, 10 центов прибыль, валютная пара, биржа, бинанс. Ну и так далее. Думаете, все понятно. Анализ прибыли. Что здесь? Здесь показывается статистика доходов за выбранный вами отрезок премии. Можно выбрать 7 дней, можно выбрать месяц. Вот на этой диаграмме хорошо видно, какие монеты больше всего торгуются и больше всего приносят денег. Здесь он указывает только 10 монет, хотя торгует он по факту 30 монет, в данном случае у меня. Ну так, довольно любопытная информация. Можно посмотреть, какие монеты лучше себя ведут на рынке. Ну, по большому счету, все они плюс-минус работают одинаково. Дальше. Детали награды. Здесь показывает вознаграждение с ваших партнеров, то есть тех людей, которые переключились по вашей ссылке. Вы получаете, как я рассказывал ранее, 4 процента. Робот выплачивает вам 4 процента от их прибыли и также выплачивает вам разовое вознаграждение 30 долларов в случае активации подписки вашим партнерам. Вот видно, что за все время мы со своей командой заработали 639 долларов при рост активации. Ну, это сколько именно активировалось партнеров по нашей ссылке ежедневно. Вот награда, прямая количественная оценка. Это именно комиссия с тех партнеров, которые находятся в нашей первой линии. Вот. И количественная оценка. Это награда с тех партнеров, которые находятся ниже нашей первой линии, то есть уже зарегистрировались по ссылке наших партнеров. Думаю, здесь более-менее понятно. Ресурс. Ресурс это то, откуда робот отщипывает свою комиссию. То есть то, что вам нужно пополнять в случае, если вы хотите активировать робота, нужно сюда заносить деньги и также нужно пополнять ресурсы для того, чтобы робот отсюда собирал свою комиссию. Под зарядкой здесь находится адрес, куда нужно переводить деньги, адрес вашего робота. Снять и, соответственно, вы можете эти деньги вывести себе на биржу, указав здесь адрес. И передача. Вы можете свои средства передать другому человеку на другой аккаунт. За это робот не взимает комиссию. То есть это, грубо говоря, передача активов между двумя роботами. Идем далее. Пригласить друзей. Здесь находится ваша реферальная ссылка. То есть вы можете рекламировать, провалить своим друзьям и люди, зарегистрирующиеся по вашей ссылке, будут являться вашими партнерами. И с них вы будете получать вознаграждение. Вернее, не с них, а торговая платформа будет делиться с вами своей комиссией. Здесь класс. Что там класс? Класс квалификатора. Ну, здесь всякие инструкции, как и что здесь работает. Можете посмотреть. Я думаю, новичкам будет полезно. Использованные справки. Здесь тоже инструкции, я так понимаю, в текстовом виде. Нажимаем дальше более. Переходим в членский центр. Это, честно говоря, я не знаю, что такое. А, это как раз рассказывается о маркетинговой программе. То есть вот у меня сейчас статус В2. Значально был статус В1. Что дает статус и что нужно для того, чтобы перейти на следующий статус. То есть понятно, чем выше статус ваш, тем больше награды вы получаете. Я думаю, со временем разберетесь. Дальше. Сведения доходов владельца круга. Это, я понимаю, что что-то новенькое такое появилось. Раньше этого не было. Здесь еще пока никакой информации не отражается. Я думаю, что это в процессе разработки еще находится этот раздел. Моя стратегия синхронизации. Здесь будет показана та стратегия, по которой вы в данный момент работаете. У меня произошел глюк. Я не знаю, почему. Но я работаю по стратегии iBot. Но пару дней назад у меня исчезла эта запись. Поддержка пока мне не ответила, почему так произошло. Но у вас будет здесь написано iBot и ваши настройки, если вы работаете по стратегии iBot. Дальше. Здесь какая-то... А, это просто рейтинг людей, которые... Кто больше заработал денег, насколько я помню, на текущий месяц. Ну, это не особо такая интересная информация. Вот по какой стратегии кто больше зарабатывает. И мой советник. То есть здесь будет... Можете пообщаться с тем человеком, который вас подписал. То есть, если у вас какие-то вопросы есть к своему наставнику, он будет являться вашим наставником. Вы можете писать ему прямо через робота сообщение. Так, здесь вроде бы все. Дальше. Что здесь находится ниже? Это перечень всех валютных пар, с которыми работает в данный момент ваш робот. То есть у меня здесь 30 монет закуплено. Вот они все здесь указаны. Разберем одну пару. Например, Bike и USDT. Петлевая стратегия – это значит, что робот работает в согласной стратегии, в полноценном режиме. То есть он усредняется, продает, усредняется, продает. Если здесь поставить единая стратегия, то есть робот прекратит усредняться и продаст монету одним ордером, достигнув безубыточности с профитом. Вот, минус 32% – это та просадка монеты от средней закупки. То есть, например, вы купили монету за 100 долларов, сейчас она стоит 68 долларов, значит, просадка ее 32%. Это грубо. То есть на 32% монета просела с момента моей закупки. Дальше. Количество. 484 монеты куплено у меня на данный момент роботом. Последняя цена – это та цена, по которой была совершена последняя покупка. А, нет. Это цена текущая. Текущий курс монеты. Лимит прибыли – минус 126 долларов. Если я сейчас все свои монеты, Bike продам, то я зафиксирую убыток в 125 долларов. То есть на 484 доллара. Ну, а 484 монеты я сейчас купил. Если продам по текущей цене, то я зафиксирую такой вот убыток. Потому что монета сильно просела. Увеличивает минус 15-12. Это значит, что за текущие сутки монета просела на 15,12%. Здесь понятно. Зайдем внутрь. Что здесь? Бревно. Бревно. Что только бревно у нас? А, ну здесь просто перечень всех сделок, которые были совершены по данной монете, по данной валютной паре. Запись транзакции. Здесь то же самое, что было сделано в последний раз. Была куплена монета. По цене 0,53. Количество монет куплено 19,6. На какую сумму в долларах? 10,44 доллара было куплено. Время, транзакции и так далее. Вот он покупал, покупал. Вот это была продажа монет. То есть он продал такое-то количество монет, 19,5. По такой-то цене. Столько-то списал комиссии. Вот видите, почти 3 цента он списал. Стоимость топлива 0,028. Количество закрывающих позитий значит, что он сделал 29 усреднений уже. Закрыл 29 усреднений. Ну и так далее. Так что здесь. Сумма позитий. То есть все монеты, которых у нас сейчас 484, стоят на текущий момент 384 доллара. То есть я потратил на покупку, не я, а вернее робот потратил на покупку этих монет 384 доллара. Текущая цена 53 цента. И средняя цена, моя закупочная, это 79 центов. Количество закрывающих позиций, это количество усреднений, которые совершил робот. То есть на данный момент он уже 30 раз усреднился. Ну и норму прибыли мы обсуждали. 33% это просадка от средней цены, которой я купил эту монету. То есть сейчас она стоит 53 цента. Средняя цена 79. 79 минус 33% получается 53 цента. Дальше. Единая стартегия. То, что я говорил чуть ранее. Вот можно нажать кнопку и будет единый выстрел. Единая стартегия. На андроиде переводится как единый выстрел. То есть если нажать эту кнопку, то робот перестанет усредняться и продаст монету, когда она превысит среднюю закупочную на 1,3% согласно стратегии. То есть все это в остальное время робот будет просто стоять и держать эту монету у себя. Ну вернее у вас на бирже. И продаст только с прибылью. Вот это имеет смысл делать, когда вы хотите поменять стратегию. То есть вы не хотите продавать монеты с убытком. Вы просто заходите в каждую монету, нажимаете единую стратегию. И тем самым монеты у вас лежат и ждут роста. И продается в итоге с прибылью. Дальше. Продавать это значит вы можете по текущей цене продать эту монету. Купить соответственно. Вы можете купить по текущей цене монету согласно вашему установленному лимиту первого ордера. Остановить маржинальный вызов. Вы можете в любой момент остановить усреднение. Если вы, например, не хотите, чтобы робот у вас усреднялся. Вот вы можете нажать эту кнопку и робот перестанет усредняться и будет только продавать уже закупленные ордера. Стратегический режим. Вот. Здесь три режима. Режим всего склада, режим дополнительной корзины и режим дополнительной корзины на счет реального времени. Режим всего склада. Это значит, что он, если отключен этот режим, то он продает все ордера, закупленные одновременно. Опять же, с профитом. В данной стратегии, в которой мы пользуемся AIBot, именно первые четыре закупки, первые четыре усреднения, он работает в этом режиме, режиме всего склада. То есть, их он продает целиком одним ордером. Далее он переходит в режим дополнительной корзины на счет реального времени и продает каждый ордер отдельно. Это начиная с пятого усреднения и до 32. Режим дополнительной корзины, он не фиксирует вашу прибыль, а уменьшает этой прибылью среднюю цену позиций. И тем самым быстрее выводит монету из убытка. Надеюсь, это понятно. Так, здесь что показывает? Цена обратного звонка. То есть, при достижении монет, стоимости монеты 51 цент, сработает триггер на покупку. Триггер на цена фиксация прибыли, при достижении цены 54 цента робот зафиксирует профит. То есть, сейчас у нас цена 53 цента, то есть, цена где-то посередине болтается. Если она опустит до 51 цента, он купит, если поднимется до 54, он продаст с прибыли. То есть, статус ожидания триггера, то есть, он ждет, когда цена достигнет той или иной того или иного размера. Дальше. Здесь уже настройки стратегии. Лимит первого ордера, то есть, на 20 долларов. На 20 долларов он закупает каждый раз монетку. Коэффициент тейк профита 1,3%. Это значит, что при увеличении цены монеты на 1,3% от закупочной, он фиксирует тейк профит. Вернее, он не фиксирует тейк профит, а срабатывает триггер. Он готов зафиксировать прибыль. И фиксирует он только тогда, когда цена откатывается на 0,1%. Об этом нам говорит вот эта запись, обратный звонок о доходах 0,1%. То есть, монета выросла на 1,3% от закупочной. Сработал триггер, что робот готов зафиксировать прибыль. Если цена пошла дальше вверх, например, на 1,5%, на 2%, без отката, он ждет. И как только цена откатывается на 0,1%, он фиксирует прибыль. Тем самым можно поймать хорошее движение, когда какая-нибудь монета пампится. Дальше. Прижив к понижению позиций. То есть, 3,09%. То есть, сейчас, когда сработал последний ордер на закупку, если цена пойдет ниже на 3,09%, то сработает следующий ордер на покупку. То есть, робот совершит очередное усреднение. Но не сразу. Опять же, сработает триггер, что робот готов усредниться. Но если монета пойдет дальше вниз, он будет ждать отката на 0,3% вверх. Об этом говорит запись, обратный звонок по прибыли. Тоже 0,3%. Думаете, понятно? 32. Лимит маржинального требования. Это количество усредений, которые позволяют делать данные стратегии. Настройки транзакций. Лимит для ордера 20. То есть, на 20 долларов у нас идет закуп каждой монеты. Открытая позиция увеличена на 2. Здесь мы не нажимаем это. Лимит маржинального требования 32. Это значит, я уже сказал, 32 усреднения. Коэффициент Take Profit 1,3. Про это уже проговорили. Здесь все то же самое прописано, что на предыдущем экране. Заходим в конфигурацию маржи. Здесь у нас написано, с каким интервалом будут происходить наши усреднения. То есть, первое усреднение у нас будет при падении цены на 0,66%. Второе, при падении цены еще на 0,75%. И так далее, и так далее, и так далее. Видите, шаг меняется со временем. Чем больше усреднение, тем больше этот шаг. У нас уже есть некоторые монеты, которые усреднили все 32 раза. В связи с сырночной ситуацией, думаю, это понятно. Справа написано размер ордера, на который происходит усреднение. То есть, если написано 2, то первое усреднение у нас двойное. Например, у нас лимит первого ордера 20, значит усреднение будет совершаться. Покупка будет совершаться на 40 долларов. Если написано 0,5, значит будет совершаться на 10 долларов. Думаю, здесь понятно. Так, ну вроде бы все. Здесь про стратегию я рассказал. Возвращаемся. Так, по главному экрану все. Здесь тоже все, наверное. Что такое общепрофессиональный? Просто есть монеты, которые находятся в общем списке. Есть список профессиональных монет. Чем они отличаются, честно не знаю. Но говорят, что монеты из профессионального списка имеют большую волатильность. Поверим. А вот внизу есть еще такая кнопка пакетная настройка. Здесь показывается ваш доллар и запас на бирже Binance. Если нажать пакетную настройку, то здесь вы можете также манипулировать своей стратегией. Например, продать все монеты, выбрать все. Нажать продать. Он продаст сразу все монеты. Если хотите остановить торговлю, выбирайте какие-то монеты. Нажимайте остановить. Нажать на паузу. Хотите возобновить торговлю, нажимайте начать. Но будьте с этим аккуратны, потому что буквально вчера я проводил эксперимент с этим. Нажал на паузу, то есть приостановил торговлю, выбрал все монеты. Нажал на паузу. Торговля остановилась. Потом я решил возобновить торговлю. Нажал все. Выбрал кнопку начать. И у меня робот выбрал вообще все монеты, даже те, которых у меня не было в списке торговли. и он купил у меня 7 монет не по стратегии потом пришлось вручную все это продавать поэтому будьте аккуратны вот что-то еще есть опять же может так и все монет поставить на единую стратегию если хотите также можете убрать выбрать петлевую стратегию и также можете остановить маржинальный вызов сразу по всем монетам и можете его инициировать довольно удобно так дальше круг здесь мы выбираем ту стратегии по которой хотим работать вот есть список по прибыльности какие у нас стратегии самые прибыльные рейтинг их горячий список это рейтинг по количеству подписчиков то есть чем больше людей подписано на данную стратегию тем выше ее рейтинг список популярности ну видимо то же самое наверное связано и с прибыльностью и с количеством людей подписано это среднее заходим новости здесь у нас сообщение заказе все сделки которые совершал ваш робот buy buy покупки 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 только зараза покупать ничего не продают вот и системное сообщение вот у меня тут много таких вот сообщений связанных с ошибкой то есть когда у меня заканчивали доллары робот мне уведомлял что он пытался посредниться пытался совершить закупку но в связи с тем что отсутствует денежные средства доллары он не смог этого сделать следующий экран мой здесь профессиональное здание это можно включить и выключить профессиональные монеты я бы говорил чуть ранее об этом что есть монеты из профессионального списка есть монеты из общего списка если поставить здесь галочку то монеты из профессионального списка будут отражаться если не ставить то их не будет членский центр здесь тоже самое про маркетинг ресурсы тоже проходили это то откуда робот списывает комиссию опи переплет понятно команда это наша команда то есть количество человек прямой линии активных и общее количество нашей команды 33 активных и 9 неактивных здесь список всех наших партнеров из первой линии детали награды тоже про это говорил уже сведения доходов владельцев его здесь пока в разработке моя стратегия синхронизации понятно доля здесь также находится ваша партнерская ссылка обратная связь с real q здесь можете пообщаться с разработчиками задать какой-то вопрос сообщить о какой-то проблеме центр безопасности здесь можете поменять логин пароль мои настройки политики здесь я так понимаю что можно создать свою стратегию это какой-то он какое-то новшество буквально вот пару дней назад обновилась можно сделать свою стратегию и пользоваться и если вы опытный трейдер умеете это делать и в настройке системы я думаю здесь все понятно выбираете валюту язык и так далее ну вот вроде бы все что знал рассказал если еще какие-то вопросы у вас остались задавайте пожалуйста в комментариях или в нашем telegram канале на этом у меня все мы прошли по всему интерфейсу торговой платформы royal q и разобрали весь функционал ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал хорошего вам профита до новых встреч пока